Здравствуйте! Меня зовут Элина. Я тут поэкспериментировала с приготовлением яблочного пирога на сковороде. И результат нам очень понравился. Сегодня я покажу, как я это делаю. Тесто будет самое простое на кефире. Я такое использую при приготовлении пиццы на сковороде. Эти рецепты уже есть на канале. Ссылки оставлю в описании под видео. И для него нам понадобится кефир 3,2% жирности, пшеничная мука высшего сорта, я ее не просеиваю, одно крупное куриное яйцо, разрыхлитель теста, сахар и немного соли. Одну столовую ложку муки я откладываю. Ее я буду использовать позже вместе с разрыхлителем, чтобы он как можно лучше разошелся в тесте. В миску вливаю кефир, добавляю яйцо, сахарный песок и щепотку соли. Все это перемешиваю, чтобы соли и сахар растворились. После этого всыпаю муку и начинаю замешивать тесто. На этом этапе густота теста должна быть вот такая. Она еще не окончательная, довольно жидкая. И если провести венчиком, то тесто практически сразу смыкается. Оставляю тесто постоять минут на 10, чтобы клейковина муки набухла, а сама занимаюсь начинкой. Хочу обратить внимание, что не каждый сорт яблок подойдет для начинки. Я буду использовать сорт Гала. У него мякоть и кожица средней плотности. А вот сорта с плотной мякотью и жесткой кожей, такие как Гринни Смит, Семиренко или Голден, не подойдут. Они в этом пироге останутся сырыми. Яблоко берем небольшого размера, а точное количество продуктов, как всегда, будет в описании. Яблоки сорта Гала очень сладкие, поэтому сахара в начинке нам понадобится совсем немного, всего чайная ложечка. И еще можно взять чуть-чуть корицы. Яблоко я разделила на 4 части. Вырезаю сердцевинку и нарезаю тоненькими пластинками, прямо как можно тоньше, примерно 2 мм толщиной. Пластинки можно рассортировать на 2 кучки. Самые красивые пойдут наверх пирога, а похуже помельче вниз. Возвращаюсь к тесту. Всыпаю отложенную муку, разрыхлитель и перемешиваю до состояния без комочков. Конечно, и густота кефира бывает разной, и количество клейковины в муке тоже, поэтому ориентируемся на консистенцию теста. Вот посмотрите, какая консистенция теста является окончательной. Я сейчас проведу венчиком. Видите, оно смыкается не сразу. Готовить пирог я буду в сковородке с толстым дном, диаметр по дну 20 см. И все количество продуктов рассчитано именно на этот размер. Для жарки пирога понадобится растительное масло без запаха. Формировать пирог я буду на холодной сковороде вне плиты. На дно наливаю растительное масло и равномерно распределяю его по дну. Такое количество масла обеспечит пирогу красивую зажаристую корочку, а также облегчит сползание его на блюдо после выпечки. Тесто выкладываю на сковородку и равномерно распределяем его по дну. Это можно сделать силиконовой лопаткой, а мне вот удобнее даже вилкой. Теперь выкладываю яблоки. Первым слоем выкладываю яблочки похуже. Чуть-чуть присыпаю половинкой чайной ложки сахара, а сверху раскладываю кусочки яблок более аккуратно, стараясь придерживаться какого-нибудь узора. В общем, как-то так. Сверху присыпаем оставшимся сахаром и чуть-чуть корицей. Сковородку ставлю на плиту. Огонь выставляю средний, даже чуть меньше среднего. У меня из 9 возможных это четверка. Накрываю крышкой и буду готовить, не поднимая ее, 20 минут. Я уже приноровилась к своей сковороде и к плите и точно знаю, что через 20 минут донышко пирога хорошо подрумянится. А если вы будете делать это первый раз, то через 15 минут рекомендую поднять крышку и заглянуть под донышко. Вот посмотрите, дно пирога хорошо подрумянилось, но яблоки еще недостаточно готовы. Поэтому убираю пирог с плиты и не снимая крышки, оставляю постоять 5 минут, так как под крышкой сохраняется довольно высокая температура. Яблоки дойдут, а донышко не подгорит. Теперь перекладываю пирог на блюдо. Посмотрите, яблоки теперь полностью готовы, вилка в них входит легко и в то же время они не потеряли форму. А донышко пирога очень красивое и зажаристое. Этот пирог можно есть теплым, а также дождаться полного остывания. Настала пора разрезать и попробовать. Ну, давайте рассмотрим кусочек пирога поближе. Как видите, тесто полностью пропеклось по всей толщине. Яблоки мягкие, пирог тоже мягкий. Посмотрите, как он сгибается. Сейчас я его разломлю и покажу, какой он на разломе. Вот, посмотрите, очень хорошее тесто. Я попробовала, пирог оказался очень вкусным, в меру сладкий на мой вкус, с приятным ароматом корицы и яблок. В общем, такой пирог к приготовлению я рекомендую. Если вам понравился такой вариант яблочного пирога на сковороде, то оставайтесь на моем канале, и вы найдете еще много простых рецептов вкусных блюд. Субтитры создавал DimaTorzok